приветствуем вас на канале раиса горяченко дача сад огород цветы очередная тема и снова же по вашим просьбам тем более уже сам чеснок готов к тому чтобы провести с ним очень важную агрооперацию и мы называем это видео посвящаем это видео теме станьте семеноводами и вот создайте себе сами семена чеснока их вырастите и получите на следующий год через год у вас будет тоже замечательный урожай чеснока и причем не надо много платить денег практически никаких денег для этого не надо нужно только знание некоторых вещей итак мы снимаем это видео сегодня у нас время еще козерога 16 но 17 я уже буду обрезать вот те стрелочки которые это озимый чеснок и это любаша здесь у нас любаша и есть немножечко новых два сорта и рен и сабагет но пока что лучше любаши мы не нашли хотя есть еще за последние годы где-то до десятка уже новых сортов которые мы испытываем и вот момент когда вот стрелочка поднимается вверх вот она так ровненько в этот момент пришло время для того чтобы заняться подготовкой этого чеснока для выращивания семян и это очень интересный кстати увлекательный процесс но вот что и почему мы так как делаем я сейчас вам покажу кстати хочу еще сразу сказать что мы посадили это чеснок 22 октября в тельце это сразу же после сожженного пути полнолуния и после сожженного пути полнолуния у нас всегда очень хорошие получаются и чеснок и лук и в данном случае вот мы сейчас вам расскажем и покажем давайте я выкопаю вот вот этот который у нас стрелочка уже формировалась вверх мы посмотрим какая корневая система я хочу вам объяснить принцип этого агроприема который мы проводим видите какая мощная корневая система вот смотрите вот он у нас чеснок кстати это делали мои бабушка и мама вот он чеснок мощная корневая система мы ее немножечко конечно же сорвали когда выкапывали там часть корней осталось и что мы делаем можно конечно же оставить вот этот чеснок и собирать потом семена вот с этого вот эти воздушные маленькие такие луковички и собирать уже с этого чеснока но сейчас все питательные вещества если мы оставим все отсюда с луковицы пойдут сюда к семенам и луковица уже когда копаешь она становится значительно меньше и по вкусу не такая что мы делаем что делала бабушка и как она мне объясняла что можно вот таким образом не нарушая корневую систему не выкапывая чеснок и не его естественно не лишая его нужных питательных веществ мы сейчас проведем вот эту операцию смотрите у нас тут листья вот эти листья они остаются для того чтобы чеснок дальше созревал а здесь над вот этим последним листом делаем срез я стараюсь его сделать вот таким образом видите берете вот упал что у нас получается у нас получается этот срез видите сок побежал течет сок и этот сок та часть но мы потом а то и сейчас еще дополнительно поговорим смотрите вот этот прекрасный вот этот цветонос я его так называю вот эта стрелка она большая здесь очень много питательных веществ которые будут будут использованы вот этим прекрасно этой стрелочкой для того чтобы вырастить семена так попробую сейчас ну что давайте разрежу ради того чтобы показать я конечно испорчу один чеснок я сейчас вам покажу что здесь внутри происходит вот смотрите здесь у нас внутри маленькие маленькие будущие чесночки это воздушные луковички и вот как это все видите здесь вот с этого у нас цветоноса идут все питательные вещества каждому маленькой каждой маленькой вот этой луковички вот они уже беленькие видите какие они маленькие маленькие кстати эту стрелку можно будет потом на салат использовать многие используют такие стрелки для того чтобы их закрыть в банке заливают уксусом и готовят различные блюда с них очень полезная питательная вот эта часть но мы эту часть используем для того чтобы обеспечить себя в последующие годы качественными семенами здесь получается всегда очень качественные семена и так видите у нас тут вот эти прекрасные луковички они будут у нас созревать для этого мы берем букетики вот у меня в данном случае здесь у нас сорт любаша я буду их срезать все луковички то есть все вот эти стрелочки которые поднялись вверх в определенные дни только главное не в дни стихии воды мы срезаем и что делаю тут вот чтобы не терять сорт можно будет просто напросто вот здесь вот собрать их и посадить вот так это очень просто делается немножечко прижму вот это у меня будет здесь букетик я соберу уже завтра будет у меня чуть-чуть больше можно определенное время ставить записывать себе чтобы знать что когда мы сделали какой сорт но то что остается у нас здесь у нас остается здесь вот смотрите прекрасные листья с большим тоже количеством питательных веществ есть у нас тоже вот это главный этот побег которым тоже очень много питательных веществ и все эти питательные вещества пойдут на то чтобы у нас созрела здоровая красивая луковица чеснока и это будет как раз очень хороший период кстати уже вот это созревание пойдет быстрее когда мы срезаем стрелочку и да еще почему я потугу уклоном под делаю этот срез если вдруг идет дождь то водичка будет стекать если ровно то иногда вот если ровно да сейчас я его срежу ровно получается что дождь может здесь капельки оставаться если вдруг там споры грибковых заболеваний то может вот это через вот эту часть попадать в саму луковицу и побег и все в это в этот период осадков сейчас еще раз делаю чем лучше вот чем вот вот такой угол больше тем лучше острый угол для того чтобы стекало все ну и у нас водолей завтра послезавтра очень хорошее время очень быстро будет засыхать ранка и берется такая тоненькая корочка делается и пленочка и растение закрывается и потом не страшные дожди и этот срез кстати очень хорошо делать на южную сторону вот у нас юхтан и мы вот на южную сторону вот это вот эту часть отправляем и таким образом все стрелочки которые идут у нас на семена естественно мы его так делаем ну а те которые даже вот мы сейчас подойдем еще к одному растению оно не хорошее для семян тоже мы будем срезать стрелочки чуть-чуть можно выше сейчас покажу вот смотрите у нас вот еще такие бывают очень редко но бывают это болезни они нам такие вот эти семена не нужны я пробовала испытывала их высаживать отдельно они не дадут хороший результат поэтому мы их просто выбраковываем и что я делаю на южную сторону срезаю для того чтобы вот сок побежал вот для того чтобы вот эти все питательные вещества ушли луковицу но это луковица тоже кстати не идет на семена вы себе где-то отметку а я лучше всего выбираю эту луковицу и на стол она идет выбрать невозможно потому что вот видите вот такой чеснок хотя вот у него какие-то проблемы есть серьезные что-то у него не так даже видно кстати видите что-то какие-то проблемы с грибковыми заболеваниями имени корневые гнили и вот сбой по программе произошел вот такой чеснок тут нужно убирать и на стол его а вот весь здоровый красивый чеснок естественно мы его весь ждем когда он выпрямится пока же у нас единичные такие но все равно мы единичные уже убираем в этом в этом состоянии когда вот так вот стрелочка уже вверх повернулась обязательно нужно срезать для того чтобы отправить их на семена и для того чтобы луковицы чеснока получили тоже возможность хорошо созреть и вызреть и дать нам хороший урожай мы ответили на вопрос почему и когда мы срезаем вот эти стрелки для получения качественных семян а мы это раиса говченко и александр болик прощаемся с вами до следующего видео еще очень много вопросов по чесноку мы будем отвечать по ходу со временем на все эти вопросы прощаемся до следующего видео на нашем канале будьте все здоровы мира и добра вам и пока пока и